В Казалардинской области продолжают борьбу с маловодием, которое в прошлом году уже привело к засухе. Чтобы этот сценарий не повторился, вновь в регионе предприняты соответствующие меры. К примеру, удалось восстановить важную для рыбной отрасли систему озер Камбаши и Акшатау, расположенные вблизи Аральского моря. Теперь специалисты планируют наводнить еще 9 таких озерных систем. Таким образом, расскажет Кристина Алмаз-КЗ. Благодаря многолетней реализации первой части проекта по спасению Аральского моря, уровень воды в нем поднялся до 42 метров. Однако теперь успешный проект под угрозой. Причина в продолжающемся из года в год маловодии. На сегодня уровень моря снизился на 80 сантиметров. Специалисты надеются, что улучшить ситуацию позволит активное таяние ледников и обильные осадки, которые на данный момент уже идут в верховьях Сырдарьи. Мы ожидаем, что до 15 апреля эта вода придет в регион. До начала вегетационного периода она будет бесперебойно поступать в северную часть Аральского моря. Из-за обмеления Сырдарьи вода в озерах Камбаши Акшатау несколько лет назад ушла от берегов почти на 300 метров. В результате в Аральском районе пострадали пастбище и сенокосы. В прошлом году на канале Бурмакулак построили плотину. Это позволило вновь возродить озерную систему. На прошлой неделе перекрыли гидросооружение Аклак, чтобы теперь наводнить систему озер у села Каратирен. Сейчас здесь уровень воды находится на отметке 51,45. Мы планируем поднять его до 53. За счет того, что вода будет собираться перед гидросооружением. Когда эта отметка будет достигнута, тогда мы пустим воду по 8 каналам, по которым вода подается в 9 больших и малых озерных систем. На данный момент в Казардинскую область поступает около 900 кубометров воды. По мнению специалистов, этого достаточно, чтобы до начала пассивной кампании наполнить водные каналы региона и обеспечить пастбищные земли поливной водой. Однако до Арайского моря она пока не доходит.